Из того, что надо как-то что-то понимать, выделить его там для понимания, какие-то листочки, книжечки, у меня основная радость для любой высказанной, это возможность эмоционально в это погрузиться, это чувствовать вот это. То есть это чувственное восприятие, оно мне кажется порой важнее логического какого-то понимания знания. То есть если мы там знанием выстроим вот эти все логические цепочки и напишем про что это, это нам не даст вот того погружения эмоционального, другое дело, что знанию научить можно, странный язык выучить можно. Мы можем там историю искусства прочитать, и вы нам лекцию прочитаете, и мы на мастер-класс придем, вы нас чему-то научите, это классно, здорово. Я честно не знаю, может быть, Алена знает. А как можно вот этому чувству, можно ли вообще его учить вот этому чувству, вот этому эмоциональному погружению? А вот эти все такие вот штуки с масками, вот с музыкой, вот это все дает какие-то крупицы вот этого возможности вот уйти. Вот в этой комнате я от нее оторваться не могу. Здесь нужно просто часами сидеть и медитировать. Потому что вот этот музыкальный фон, вот эта вот стена и все, и больше ничего не надо, здесь может там денег усиливать. И это будут какие-то все время новые смыслы, там наслаиваться и опять открываться, на одном только чувственном восприятии. И всяких логических смыслов. Но чувство же оно тоже формируемое. Ну вот, если мы никогда... Ну как? То есть это вот... Мне кажется, что вот именно воспитание и вращивание в себе каких-то разнообразных... Это тоже задача и человека, в том числе, и, может, там, не знаю, родителей наших. То есть если ребенок никогда не выйдет в лес, он не будет от этого получать удовольствие. И вот это, получать вот это чувство, вот эти вот разнообразные чувства, их можно только тогда, когда ты начинаешь взаимодействовать с этим. Вот ничего не задумывается. Ну, за это я всегда все выступки Алены обожаю, любая из них, они все разные. При этом в любую из них можно погружаться, вот как в океан, как в бесконечный, там все время какие-то эмоции всплывают, всплывают, взрывают. Ну вот мы... Спасибо большое. Маша, вообще я бы все-таки хотела попросить вас, тех, кто хочет и может все-таки написать книгу отзывов, вот те мысли, которые к вам сегодня пришли. Это мне очень нужно на самом деле, для того, чтобы действительно доказать и показать, что зрители бывают разные.